Изменчивость, она имеет такое деление. Она делится на два варианта изменчивости есть. Это наследственная и ненаследственная. Если говорить о наследственной, у неё синонимы. Может, кто-то знает наследственное? Нет, это ненаследственная модификационная ещё называется. А вот наследственная? Генотипическая. Да, это, кстати, ещё третий синоним фенотипа. Это, кстати, всё есть ЕГЭ. Лучше синонимы эти все знать. Фенотипическая, потому что, например, загар. Это же внешность, фенотип. Вот это пример изменчивости такой вот фенотипической, которая во внешности проявляется. А вот наследственную можно ещё добавить. Нет, это сейчас мы их поделим ещё. Будет ещё две. Просто вот именно наследственную. Вы знаете, Дарвин называл её «неопределённой». Потому что она постоянно какая-то спонтанная и сама в природе идёт, скачкообразная такая. Сейчас мы будем подробнее. А это определённое, это определяется средой, условиями среды. Если человек ходит в спортзал, качается, на нём мышцы растут. То есть это точно определённая среда. Ну и наследственно делится на мутационную и комбинативную. Комбинативные — это всего лишь новые комбинации возникают генов. Как вы думаете, и чего ещё? Новые комбинации генов и при комбинативной изменчивости, и хромосом. Поэтому у неё тут идёт… У неё есть три причины. Когда-то в ЕГЭ был вопрос об этом. Каковы три причины комбинативной изменчивости? Как вы думаете, какие? — Кроссинговер. — Кроссинговер. Там комбинация генов новая. — Извини, вы скажете, или хромосом? — Да, когда? — В анафазе один. — В анафазе один, миоза один. Там хромосомы разные комбинации. Вот это вот комбинация генов, а это уже комбинация хромосом. Поэтому ещё говорят, что рекомбинация генов идёт к Кроссинговере, а рекомбинация хромосом из разных пар — лунофазе один, миоза один. Поэтому гомет много видов возникает. И третье. Догадайтесь, как её описать. Вводные данные таковы. От отца достаётся ген длинных ног, от матери — голубые глаза. Ребёнок будет иметь и длинные ноги, и голубые глаза. Как эта причина называется? Слияние от разных родителей определённых половых клеток, то есть оплодотворение. Половые клетки, они же разные гены могут нести. Но и здесь один родитель одно даст, другое — другое. И оплодотворение, то есть слияние. Иногда говорят, случайный подбор родительских пар. В принципе, можно так на него поподробнее. Сначала родители какие-то попадаются, потом их половые клетки сливаются. Вот вам и ребёнок с какими-то уникальными комбинациями.